Это у нас трюм, в котором у нас находится блок управления, радиоуправление с антенной, выведенной наружу, блок аккумуляторов, два электромотора. На открытой тренировке по судомодельному спорту тренер-преподаватель знакомит детей и взрослых с устройством модели корабля. Несмотря на скромные габариты, катамаран способен набирать вполне крейсерскую скорость. Понятно? Да, понятно. Молодцы. После знакомства с начинкой корабля спуск судна на воду. За капитанский штурвал, а точнее пульт радиоуправления, выстраивается очередь. Каждому хочется сделать резкий крен, а еще посоревноваться с плавающими в пруду утками. Интересно. Открытую тренировку по судомодельному спорту в Доме юного техника «Интеграл» организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Это проект патриотический, который инициировали депутаты. И мероприятия проекта приурочены к датам календаря, историческим датам, к легендарным людям. И вот сегодня мы на мероприятии таком интересном, творческом, техническом посудостроению, которое приурочено 72-й годовщине открытия Волгодонского канала. На тренировке детям рассказали историю строительства Волгодонского судоходного канала. Его начали сооружать сразу после войны. Тогда были задействованы колоссальные трудовые ресурсы. Работало больше миллиона людей. Судоходный канал построили за очень короткий срок, всего за три с половиной года. Он стал уникальным сооружением. Соединил сразу пять европейских морей. Волгодонский судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина открыт. Интересный факт. Все речные суда потом стали строить под размер Волгодонского канала. Не больше 145 метров в длину и 18 в ширину. Об этом на своих занятиях по судомоделированию рассказывает мастер спорта по аквабайку Андрей Дудов. Судомодельный спорт у нас развивается в нескольких дисциплинах. Это стендовый моделизм, потом радиоуправление. И еще у нас существует прямоход. Это когда корабли на дистанцию идут, точно попадая в ворота, не отклоняясь от трассы, которая назначена буями. И очень много классов, которые связаны с бензиновыми моторами, электрическими моторами. От маленьких моделей до настоящих судов. Возможно, после таких интерактивных уроков истории вырастут новые конструкторы, инженеры и капитаны. И кто знает, может эти дети придут на смену прославленным историческим личностям. Олег Цюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.